Ну что ж, дорогие друзья, я продолжаю играть в Mass Effect 3. Сейчас мы отправляемся на Цитадель. Довелась Цитадель будем выполнять. Заглянем к советнику Азары. А тут у нас задание какое-то мелькает. Война со жнецами. У нас добавился кодекс. Жнецы заняли Землю. Но за несколько часов Альян знал, что первая волна нападающих прибудет из ботарианского космоса. Но оказался не готов к стремительности и масштабу атаки. Битва за ранок планкурианцев. Это вот предыдущее задание мы выполняли в прошлой серии. Планкурианцев по отвоеванию своей родной планеты был рискованным и легко мог привести к их полному уничтожению. Если бы не нашлось мирное решение проблемы. А в первой битве с улучшенными жнецами кораблями гетто-кварианцы обнаружили, что их тяжелый флот и часть патрульного флота сдают под натиском противника. Чтобы избежать поражения, кварианцы отступили на сверхсветовой скорости, стремя соединиться с гражданским флотом за солнцем ранока. Гетто со своей стороны не стали мстить противнику и моментально прекратили огонь. Как именно гетто-кварианцам удастся существовать на ранок, и еще предстоит вести, сейчас же обе стороны направились в свои немалые вооруженные силы на борьбу с жнецами. Учитывая долгую врожденную гетто-кварианцами, возможно, что жнецы не предусмотрели возможности примирения. Но ведь они могут их снова перепрограммировать, вот это очень опасно. А мы в прошлый раз не договорили о чем-то с капитаном Хакетом? А что насчет новых помощников? В то время одновременных кварианцев и гетто очень сильно нам помогло. Кварианский флот обеспечит эвакуацию и поддержку. Гетто атакует каналы по 100 кушницам. Что с наемниками Арии? Думаю, что мы придет сотрудничество с Арией. Мы об этом не говорили. Покровавая стая, здорово помогает, много крови. Азари и Соларианцы. Все попытки криворота Азари тоже взялась за дело. Они собрали флот и отправили ночную группу, чтобы помочь Солариану. И все, мы говорили об этом с ним. Да, не целую. Пойдемте переговорим с Тали, что они вам скажут. Он все-таки с нами остался нормальный, будет нам помогать. Но что правда, то правда. Если она не поможет нам, жнецы вернутся и уже они разрушат их дом, который они хотят построить. Нам добавились гетты, войска геттов и со всего. До недавнего времени гетты ждали от органиков только агрессии, потому что они проектировали свою платформу соответствующим образом. Все они вооружены, бронированы и готовы к ведению боевых действий. Три плот-геттов 457. Видим кораблей. Многие корабли геттов предназначены для ведения и разведки и добычи полезных, ископаемых их в транспортировке между заводами и космическими станциями. У нас максимум, в принципе, уже давно, если вы смотрели другие серии. Это просто каждый мелочь тут собирает, но и синим. А Легион у нас, как бы, свое сознание передал другим геттам. Мы будем его помнить. Грустный момент, на самом деле, очень плотный. Так, модель «Челнок Альянса». Мы только что расправились с жнецом без помощи громадного молотильщика. Черт верно, мы показали все галактики, что можем их победить. Да, и померили гетту с куриацией. Капитан, у вас на терминале непрочитанные сообщения. Я слышала, вы были на земле, где жнец, он не выстрелил по нам несколько раз. Джокер хорошо покидал Нормандию из стороны стоим, чтобы уйти с линии огня. Таком бою тяжело, особенно если кораблем-правличники. Джокер, впрочем, один из лучших. Я сначала болтала о современной безопасности и думала, мне страшно нет. А потом я разозлилась, пришла в ярость и хотела ее смерти. Поднице напали на землю, вы их смерть не хотели? Не хотел их поражения, хотел, чтобы землю спасли, но раньше я не хотела физически их разорвать и смотреть. Добрый, Трейнер. Да, у вас, я не говорил, боевой инстинкт, бей или беги. Надо было и дальше заниматься шахматами. Правда, теперь я думаю, что мне всегда не хватало шумных взрывов. А, мы сейчас не сыграем на цитаделе. В точнее, не мы с ней, но мы будем наблюдать, как она играет. Так, Тави Зора. Хотела сообщить тебе, что буду работать вместе с Адамсом на инженерной палубе. Раз уж я все равно влечу с тобой, больше всего польза от меня будет именно там. Заходи, когда появится свободный мемикон. Сейчас есть свободная минута, мы как раз с ней поговорим. Поговорим потом в Салзаре на цитаделе и отправимся осмотреть квартиру Шефард. Ей нужно передохнуть хотя бы денечек, потому что какой здесь отпуск, идет война. Нужно выспаться хорошенько и дальше сражаться за людей. Потом не будет такой возможности больше. Так, с помощью геттов наш флот практически полностью восстановлен. Мы сосредоточили свои усилия на помощи и эвакуации, поддержке турецкого плота. А гетто тем временем изматывает жнецов. Даже после нашего свежезаключенного союза было бы глупо рисковать, подводя войска ближе к противнику. Насколько мне известно, от адмирала Зен по работе над горным заметен прогресс. Хотя сама Зен похожа недовольна техническими характеристиками устройства. Она при всей своей эксцентричности обладает острым умом. Надеюсь, что вы не получите уже с функциональной стороны. Когда бы не подумал, что вам не дастся переубедить Ханну. В заботе из-за меня отдали, конечно. И анализ. Возможно, трудно поверить в то, что только что с нами случилось, но остальная галактика едва ли знает о проходе курианцев через вуаль. Об начале войны с Геттами. Об их начале. Сейчас прямо под носом отличный сюжет. Я собрала материалы со всех причастных, не считая вас. Можно я зайду в вашу каюту на часок и задушу ваши комментарии на видео. Вот смотрите, сложный момент. Алис попросит нам просто разрешения сказать правду, что эти варианты начали войну с Геттами. Ну, ведь это правда. Да, но им будет стыдно, им будет неприятно, что мы такую информацию публично расскажем и покажем, и все потом будут тыкать пальцами курианцев и осуждать их. Нам это нужно? Вообще, было бы честно, если бы они сами захотели это рассказать открыто, от своего имени. Мы не хотим им как бы из-под сушка такие вещи делать. Это было бы честно, если бы они сами рассказали. Но они этого не хотят. Значит, им действительно стыдно. Нужно дать тебе должное, капитан. Впервые вижу, как кому-то удается закончить войну при помощи... При помощи... Криков. Я не могла убить Геттов. Я рада, что это сработало. Уйдив, как на самом деле выглядело восстание Геттов, я решила, что нужно дать им еще один шанс. Если бы ты там мало кто из органиков поверил бы народу синтетику. И теперь у нас два флота по цене одного. Никаких потерь. Кроме Легиона. Перед тем, как пожертвовать собой, Легион назвал себя я, а не мы. Да? Так? Это ни секунды он был не в воплощении общего света по самим собой. Так я и подумала. Ни секунду Геттов поможет освободить Землю, то мы окажемся в долгу у этой... Своей личность Легиона. Ну и так у него в долгу. Как ни разу не существо может спрашивать, есть ли у этой платформы душа. Это просто такой трогательный вопрос. И первый раз мне пришлось выбрать Кварианцев. Я так долго тягивала этот момент. Я просто реально была в ужасе от того, что мне сейчас нужно будет нажать вариант спасти Кварианцев. Иначе бы Талия просто сбросила из обрыва. То есть получается все-таки, ну как бы, понятно, Талия ее друг. И на чашу весов ее жизнь перевешивает. Несмотря на то, что Легион много сделал, как друг, путем механический. Очень многим ужертвовал. Перисковал, помогая нам. Давая данные о своем народе. Это было реально тяжело. Я рада, что в этот раз у меня получился помирить. Просто не на радость никак. О чем ты думаешь, Сизи? Ты просто размышляла историческая ошибка Кварианцев о том, что они сделали деток непохожими на себя. Не совсем понимаю. Объекты с общим разумом вклоняются к сотрудничеству ради общего блага. Но те, кто действует эволюстическими гетовами и подобным не формируются, как личность развивает у себя. Эти предпочтения образуют привязанности, когда они дают им программам облицения жилья и экипажа. Ты говоришь, что гетты напали на Кварианцев. Кроме геттов и синтетиков достаточно известны только жильцы, а мы незнаемо управляют и им общий сознание. Дело мне уважения. Панели сказала, что не похожи, да? А мне кажется, похожи. Кварианцы создали геттов по-своему подобию. Я сказала, что гетты напали на Кварианцев, потому что они не похожи на них. Очень странно. Вот этот момент нужно будет пересмотреть, никогда бы демонтировать видео. Так, Гарус, что думает Гарус об этом? Подвиге нашим. Дорогой, любимый Кварианец. Квариара. Гарус, как всегда, на месте. Мир между геттами и Кварианцами, кто бы мог подумать, когда бы не повернуть, что такое возможно осталось, только чтобы Кроган и Кварианцы заключили союз. Да, все могут вдохнуть с облегчением. А ну да, тебе и это удалось устроить. Миротворец еще раз в редкой качестве в наши дни. Остался миротворечный сок, и тебя можно будет. Миротворец. И наша тоже редкая. Может еще родиться такой человек. Или зародился, но еще маленький. Никто не будет им управлять и обманывать. Есть все-таки вероятность. И даже минимальная. Никто не верит, а я в это верю. Как у вас дела, капитан? Пойдемте поговорим с Талли. Вот у нас инженерная палуба. Джавик, думаю, что сейчас будет ворчать, сказать, что это неразумно. Могут перепрограммировать женицы еще раз, снова будут восстания. Ну, как бы, да. Хватит уже. Нужно было бы закончить эту войну. Когда закончится война с женицами, думаю, кларианцы обсудят это с ветками. И думаю, где-то бы согласились. И не хотели, чтобы кто-то мог ее программировать. И взломать. Я слышала, что призрак любит бурбонт. Переписи сходятся. Ты о чем? Ты же любишь риски? Скотч, моя дорогая. Только скотч. А эта мразь, пьет американский бурбонт. Большая разница. Психопат с мамой величия. Тебя волнует алкогольные предпочтения? Ты, должно быть, никогда не вдыхал аромат настоящего шотландского виски. Я в алкоголь не разбираюсь. Другой любит виски. Кстати, американцы, по-моему, любят виски, да. Ну, теперь любят. Кипик-пан. Адамский пик-пан. И вот так, да. Вон она. Сейчас будет очень такая трогательная, по-моему, катсцена с ней. Все, не ошибаюсь. И, может быть, нет, похоже, все верно. Привет, Тали, как дела? Ой, извини, я тебя не услышала. Я получила сообщение от фло... Прости, сраных. Раньше я отправила бы любую найденную технологию флоту. Наверное, так же стоит наступить. Сельско-образцами, но я не умею выращивать урожай. Вот там твои земляки. Сумасайте, где-то помогает строить дома, подводит электроэнергию. Они за неделю делают то, что у нас был шли годы. Радуйся. Геты даже загружают в себя просу, не добровольцев-варианцев. Они их перезаписывают в климат-программы, подзаводят наши иммунные системы. Это какие хорошие они. Любовь и другба. Творит чудеса. Конечно, не всегда, но нужен правильный подход, потому что когда человек первую агрессию проявляет, им им не доверяют, нужно заслужить это доверие. Иначе другой будет опасаться за свою жизнь. Кому хочется быть обманутым? А, несмотря на то, что они машины, они разумные вещества. И они только оборонялись. Кажется, что даже более разумные, чем корианцы. Они только оборонялись. Первые не нападали. Как такое возможно? Не думаю, что такое возможно. Это программные, а не аппаратные сущности. Они могут переносить себя из обычной облачки в любую достаточно мощную систему. Они имитируют инфекции, и носитель может приспособиться к ней, не заболевая. Это все равно, что вакцина. Ничего себе, это потрясающе. Значит, корианцам больше не надо будет носить скафандры. Звучит невероятно, но да, через несколько лет, благодаря этому, они нам не понадобятся. Можем, конечно, носить. Скафандры стали частью нашей культуры, а вот разрывы у них уже не будут смертельные. Сегодня на ранах и у корианцев появились дети, которые, благодаря гетам, выросли здоровыми и сильными. Они обязаны тебе, нет. Вы без колебаний убивали гетов. Я была не права, спасибо тебе. Ну вот. Я думала, что будет побольше, как всем. Думаю, что мы с ними обнимемся. Не могу поверить, что мой народ сопричит с гетами. Обнимашки. Как же обнимашки с подругой Италии? Обнимашки можно, только если мне кто-то с ней роман, то есть, так не честно. Друзья тоже обнимаются. Тут у нас пульсила джек. Сейчас зайдем к джавику. Так, модель серый посредник. В общем-то мы здесь уже все собрали. Так, джавик где-то мы родные. И с детям. А еще в каюту надо пригласить Диану Аверс. Умер еще один жнец. Оказали, что люди являются хорошими бойцами. Я сомневаюсь в примирении, которое вы организовали. Ничего подобного не может быть ни по машинам и органикам. Я бы без колебаний уничтожил синтетиков, что касается курянцев. Будем надеяться, что... Из них получатся хорошие союзники. Трудно доверять народу, о котором все прощаются под маской. Идите на конфликтах, окончание которого вам стоит успокоиться в противостоянии с жнецами. Дипломатия войны не выиграет, только мощным оружием. Ну не скажи, не скажи. Вы мощным оружием не выиграли войну. Но на дипломатии сколько в союзах получилось организовать, померить расы. Хотя бы ради общей цели объединиться, забыть о том, что хотели. Очень огромная вещь и дипломатия. А если она в одном человеке, вместе с силой, волей и вынослившими состраданиями, в одной личности сочетается, то это вообще... Непобедимая личность, объединяющая людей. Так, мы переговорили с Джавиком пару интересных фраз. Он нам рассказал по поводу того, что он выбрал бы органиков. Нельзя доверять машинам. Но есть и вероятность, что геты могут стать враждебными, так как они теперь свободные существа. Сами выбирают, теперь они не общий разум, а поединица. Каждый сам за себя. Каждый делает свой выбор, сам учится, анализирует. Берет пример с кого-то или с чего-то. И также есть вероятность, что их перепрограммируют. У меня говорили, что, скорее всего, если вариантов не хотят, чтобы... Ну, они, наверное, знают, что они уязвимы. Скорее всего, умный народ, слуш, в союзе с синтетиками жили, наверное, бы в интересах гетов и в интересах вариантов, чтобы они придумали какую-то защиту. Чтобы никто не мог обойти и взломать систему защиты и перепрограммировать гетов. Вот. Ну, как бы это все на словах. Потому что мы об этом не узнаем. Мы что-то знаем в Андромеде. Может, там нам что-нибудь расскажут и покажут, как будут жить к варианциям в будущем, после того, как Шепард погибла. Это мы можем только пока гадать. Как вы можете смотреть на мир всего одной и пары глаз? Странным путем пошла эволюция в этом цикле. Мне кажется, ничего странного. Мы же не думаем, что странно, что у него четыре глаза, или сколько у него? Шесть глаз. Дело не в каком цикле эволюция. Дело в том, в каких условиях существо развивалось. Как нам сказал он, что, например, слорианцы из амфирии эволюционировали, да, например. С кем он еще там кого сравнил? Ну, в принципе, остальные существа, хоть и на кого-то из кожи, сами по себе, видимо, какие-то разумные существа развились до такого уровня. А человек не произошел от обезьяны, это бред. Иначе у него все ходили волосатые. Это просто для отвода глаз специально, кто написал книгу в истории человечества, чтобы лишних вопросов не задавали. Так, а мы здесь уже были. Так, все, выхожу, значит, я, да, и на цитадель. Сейчас мы в квартиру наведаемся, потом отправимся, поговорим с Азари. Может, еще какие-то задания там раздадим. Сейчас осмотрим квартиру. Капитан Шепард. Наконец-то, да, и у вас все тогда и начинается. Виталия более-менее теперь спокойна. В общем-то, за свой народ, но по-более-менее. Она говорит, что где-то им помогает до такой степени, что как-то в систему в скафандрах могут... Не знаю, как это объяснить. Они, конечно, не одевают скафандр. Видимо, каким-то электронным способом могут... Входить в систему скафандров и настраивать... Во-первых, климат и такие условия, что... Они могут в скором времени адаптироваться и уже ходить без костюмов, без шлемов. То есть это настолько невероятно, мне сказала Тали, что... Где-то невероятной скоростью помогает им восстанавливаться. То есть, я думаю, война закончится, и они могут уже без скафандров строить свои дома. Главное, чтобы органики подавали хороший пример. Потому что у органиков склонность обманывать друг друга, предавать, подставлять, улыбаться, а потом нож в спину. Ну, бывают и хорошие моменты. То есть, все зависит от того, какой пример органики будут синтетикам показывать. У них же как бы дети малые. Они не могут эмоциями ощущать так, как органик. Они, скорее всего, на примере какие-то выводы делают. Они по-другому учатся. Отправляемся в личную квартиру, Шепард. Капитан, у меня адмирал Андерсон. Сейчас у вас подключу. Шепард, адмирал, как у вас дела? День прошел, и хорошо, капитан Дауш. Хакет известил меня по поводу квартиры. Хочу, чтобы она досталась тебе. Хочу от нее избавиться. Вы серьезно? Тебе нужна гава, место, где можно отдохнуть, проветрить голову. А Калли хочет, чтобы мы обосновались здесь. В общем, чем дольше я на земле, тем меньше хочу ее покидать. Можно как-то подвязать все концы. В общем-то, он нам ее дарит, и он считает, что мы ее заслужили, но... Если мы... Я первый раз, когда играла, я ответила, я не могу ее принять. И, знаете, это было как наоборот. Некрасиво с нашей стороны. То есть, это как бы добрый жест такой, не обязывающий ничему. Он сам так решил, и хочет нас так поддержать. И тем более, если война закончится, он бы хотел остаться на земле, как он вам сказал. Но если она закончится, мы не знаем, что... Адерсон не доживет до победы. Мы дожмем сами. Давайте его поблагодарим. Это очень щедро с вашей стороны. Это практично. Что нам нужна в наилучшей форме? Отдохнувшая и собранная. Как прикажете, спасибо. И чувствую себя как дома, теперь он твой. Постараюсь приноровиться. Пошел домой, и я собирался это сделать. Ну, до свидания. Берегите себя, Андерсон. И ты, Шепот. Как бы, проходила первый раз, да? И я ответила другой вариант. Нужно иногда уметь принимать подарки от друзей. Съемку все, я этого не имею. Так, получим много сообщений. Это чистое сердце, искреннее. И человек хочет также в ответ услышать просто спасибо от чистое сердце. То, что действительно своему другу можно сделать приятно, подарить что-то. Это, конечно, мало сказать, что назвать подарком. Это просто невероятно щедрый подарок. Но ему эта квартира не нужна, как она объяснила. И чтобы не пропадать, он лучшего способа не нашел, как подарить своему старому товарищу. И все служит, что капитану Шепот. У меня сигналит сообщение на ноутбуке. Я хотела осмотреть квартиру, но меня этот звук реально напрягает. Я просто знаю, что там за сообщение. Там как бы Джокер у нас в суши-баре будет ждать. А я хотела поговорить с вами по поводу гавани, где отдохнуть. Потому что действительно у Шепот очень тяжелая работа. Ему хотел сказать, что Джеку Шепот, ей нужно выспавшись, бодрячком на работу приходить. Потому что она дает себя на 100% этой работе. Иногда нужно на 100% также отдохнуть. Не знаю, какая-то экзотика. Но как бы экзотика это и не жить в нашей реальности на другой планете, в космосе. Или на какой-то станции. Потому что у нас пока нет такой возможности, что мы куда-то могли прилететь в отпуск на другую планету. Или жить на другую планету. Но все равно даже для ее времени это какая-то эпизодика в жизни на цитадели. Какие-то необычные впечатления, несмотря на то, что за окном у нее не пляж с пальмами. Как бы большинство людей хотели бы видеть в своем окно. Вот. Ну, это как бы мечта красивой жизни, я так сказать. Вот. Ну, например, если бы сказать про себя. Да, у меня большая тяга к природе. Ну, и также невероятная тяга к космосу. Поэтому, наверное, не знаю. Хотелось бы два в одном. И на земле жить, и приезжать отдыхать на цитадель в своей квартире. Ну, это бы идеально, конечно. Это уж так с вами. Не носить слух. А здесь у него есть, кстати, примечание к биографии. Он очень будет долго болтать. Я помню, хотела все послушать. Но не ожидала, что настолько долго. Вы хотите... Я просто не уверена, что вы хотите слушать эту болтовню Андерсена. Он будет говорить о таких вещах, как он в первую очередь познакомился с капитаном Шепард. В общем-то, как он закончил школу, как он развелся с женой, как он не пришел на последний выпускной сына, таких вещах. Примечание к биографии Нормандии. Ну, вот, например. Нормандия совершенно новый корабль. Мой корабль такой чувства не забыть. Ты стоишь на мостике в первый раз, вся команда на тебя смотрит. Не описывай меня. Мне уже приходилось водить мужчину. О, бой, я уже повидала много сражений, но всегда возвращаюсь домой из живения. Все это приедается, начинаешь думать, что знаешь больше остальных. Может, если очень поведет, очень-очень тупо пойдешь на хороший корабль. Станешь перед хорошей командой. Командой, которой не страшно доверят своей жизни. Мелый, дисциплинированный, отважный. Каждый человек, который готов пересечь в бесконечный черный океан. До сих пор помню, как Старком спросил меня Шепард, как он закончил говорить, потому что я отошла подачу. Ну, ладно. Ну, там и говорится про то, как он первый раз Шепард познакомился. Мы еще будем сюда прибегать по одной записи за раз. Еще по телевизору, там у него будут интервью брать, он будет говорить по поводу М7, какая-то сложная программа, что не каждый сможет ее пройти, что очень легко сломаться даже в ее. Вот невероятно сильные ребята ломались на этой программе. Мы можем переделывать ей квартиру. Я ничего покупать ей не буду или буду. В общем-то, без разницы, что у нас тут. Там есть магазин рядом, когда мы выйдем из квартиры. За поворотом. Сейчас я поднимусь на второй этаж, я поэтому не активирую ноутбук. По поводу памяти, я вам говорила, что если у меня будет настроение, я сделаю бегу и сто нудных раз нажму на действие, чтобы она у нас подтянулась сто раз, или сколько там, сто девять, сто девять, я все-таки. Короче, много раз нужно будет нажать действие, сделать бегу, и тогда скажем, да, действительно, они просто так про тебя басен складывают. Тебя там рассказывают такие истории, потому что это ты лучший из лучших. Конечно, это будет все в перемотанном варианте. Я не буду вас поймать, чтобы вы вместе со мной будете ждать сто раз, пока я там нажму. Вот что это такое? Будет контроль какой-то, или они могут прямо здесь следить за своим здоровьем? У меня же есть у меня инструмент, да? Например, доктор Чаклс, или они сами могут себя посканировать, посмотреть, какие у них проблемы со здоровьем. Может, они как-то тоже могут здесь это делать? Или они прямо в душе читают новости о мир информации ни в секунду в тишине детства? Значит, как надпись на надгробе Адмирал Дэвид Эдвард Андерсон? Не знаю, кому это будет интересно, но спасибо за вопрос. Я родился в Лондоне. Старший из троих детей. Отец был механиком, мать была не с сестрой. Немного шоколады, да? Нужно немного разбавить. По интервьютипу не брали. Не привыкла внимания. Так, ладно. На чем я остановился? Это был второй драк для каждого из них родителей, когда появился я и был почти. Но это работало с утками, так что отец часто брал меня на базу. Пока он работал, я смотрела, как взлетают транспорт и боевые корабли. Отец всю жизнь был связан космическими полетами, но сам ни разу не потерял деньги. Он был хорошим человеком. Нет, это просто так, не для записи. Кто это Калли? Да, я отвечу. Надеюсь, вы именно это хотели услышать. В следующий раз я расскажу побольше про НСМ. Про НСМ, когда мы нажмем на телек, там еще будет интервью. Я не знаю, в прошлом это или в настоящем будет, но там еще где-то интервью по НСМ у нее записано. Здесь она может переодеваться. Здесь мы можем ее экипировать. Она у нас отправится на задание сразу же после сушибара, и у нее будет один пистолет, который она берет в сервер. Призрак, призрак. С Мстителем, что ли, побегу? Чтоб я к нему соскучилась. Так, это мой верболит бьетов. Кстати, ничего, что не такой дробевичок, лифтоган, лифтоган. Каким пистолетом ты пользовалась? Курпион, я уже привыкла к дуги. Я сейчас перезайду в игру. Хочу изменить немного элегантное платье для выхода в суши и отправимся в сушибар с Джокером. Наведем марафет, Шепард. Ладно. Становимся на этом варианте. Я хотела вернуть обратно в красный цвет. Цвет узора. Красный, синий. Красный, синий. Хотела, чтобы был более черный. Здесь, видимо, отсвечивает. Все равно непонятно. Можно и черный выбрать. Хотела попробовать с черной броней побегать. Но здесь металлический такой цвет от материала, да, и непонятно. Вот так она у нас пойдет на вечеринку, точнее, на вечеринку, а в сушибар. Пойдемте почитаем это сообщение. Такая вот она у нас нарядная. Гарманируют с ее волосами эти полосочки. Белое платье не нашла, хотела белое ей одеть. Видимо, ее удалила. Давно, случайно. Поужины со мной в сушибаре. Привет, Шепард. Есть несколько вещей, которые нам нужно обсудить. Пока Нормандия на приколе, я думаю, мы с тобой можем встретиться в сушибаре. Внешних районах говорят, это лучше место. Выберемся из передряги, и потом можно отправиться в Несвитадаре в любое время и поговорить с Азарием. У нас много дел всяких. У нас кодекс добавился даже. А нет, задание на ЕГЭС. Джокер пригласил вас на обед в сушибар. Кстати говоря, когда я в раз проходила, я же не в курсе была, что это обман такой. То есть Джокер, я думаю, что его пригласила Шепард. А Шепард думает, что ее пригласил Джокер. Я думаю, что Джокер как бы... Какие-то виды имеет нам. Шепард обрадовался, что пытается с ней пообщаться. Но, увы... Увы... У нас много здесь всяких кат-сцен. И по параменту Тейна нам нужно будет провести. Ладно, буду тянуть. Мы здесь все осмотрели. Все приколы впереди. А сейчас пойдемте... Постреляем, развеемся. Познакомимся с нашим клонам. Я когда первый раз проходила, я вообще ее одела в толстовку, в ее военные штаны. Я вообще не в курсе была, что здесь как бы нужно цивильно одеться. Выглядело так, конечно, угрожающе. Когда она через гиб толпу пробивалась вперед. С таким грозным видом непробиваемым. Я еще подумала, блин, на мне никто не сказал, что ей надо переодеть. Как бы я думаю, что... Правила этикета ей хотя бы частично знакомы. Так-то она и в броню может прийти. У нее еще такая походка. Неженственная. А, капитан Шепард, ваш столик готов. В общем-то, Джокер-то в обычную форму пришел. И, видимо, он тоже не в курсе был, куда его Шепард пригласила. И, кстати, когда я первый раз проходила, я на самом деле не раскусила групп. Я сначала подозрительно к ней отнеслась, а потом повелась, видимо, ее роскою вне. Какая досада была, когда мы узнали, что она работает с клоном Шепард. Добрый вечер. Не желаете выпить? Может, попозже у меня встреча. Превосходно. Приятного вечера. Видимо, турец тоже любит рыбу. Так забавно. Смотря на то, что человеческую культуру распространили на все расы межгалактические. Вот что едят турианцы? Декстер-шоколад какой-то? Я вообще люблю какое-то. Не такое. Может, вообще в тюбиках. Не знаю. К ней же люди не приспростились. А, видимо, турианцам мне палочки не нужны. Они могут своими пальцами лезть. У них три пальца. Два линии палочек сальгут. Нас ждет Джокер. Клэр Шепард неплохо. Да, сразу видно серьезное место. Один француз на входе чего стоит. С лысином на голове. Всего-то ей пришлось два раза спасти галактику, чтобы доказать этот столик. Ну вот я здесь сижу и пью, лучший пилотов Вселенной, а еще и рок-звезда. С Нормандии новости есть. Да там, технике сейчас трудно привыкнуть к моему кораблю. То есть, по твоему кораблю шатаются какие-то типы. Сейчас самое время поставить корабль на прикол. Пусть им займутся. И проверь. Ну да, точно, масло сменить. Развал схождения. Поверь, кораблю будет лучше. Да я тебе верю. А вот насчет инженеров не уверена. Мне всегда столовый серебро тырит. Мне это все еще не нравится. Ну какой здесь может быть отпуск во время войны, да? Она все понимает, что она на денек только сюда приехала выспаться. Почувствовать себя человеком и снова будет отбивать галактику. Так, конечно, во время войны людям-то есть нечего. Какие уж тут бары, в суши-баре, да? Ну, видимо, цита дали самое спокойное место. И раз есть такая возможность, она воспользуется. Точнее, уже воспользовался квартирой и решил немного расслабиться и выпить в суши-баре. И мы же в отпуске. То есть хоть когда-то другие поработают. Хакет ведь приказал, ты в отпуске. А что, я того или нет? Ничего, справишься. Я уже сейчас коктейль из зонтиков. Мне даже отдыхать не умеет. Я тебя распил посредине ей. Организую тебе сразу два. Он мне что, пользуясь в водномочии, велос. И так ты мне писала, что дело срочное. Я писала? Я тебе письмо получила, вот и пришла. Что за я ничего не писал? Капитан, разрешите дело Альянса Капитана. Это срочно. Какая шепотная. Это явно не коктейль с зонтиками. Там Шепард, я штабный аналитик. Штабный аналитик Майя Брукс Альянс. Простите, разведка Альянса. А вас кто-то пытается убить. Да, ну, мне кажется, она в курсе. Нет, я не про Цербер и Жнецов. Я про других. Есть другие. Кто-то сломает вашу учетную запись канала связи личной данной. Кто-то идет конкретно на вас. Ну, в общем-то, у нее такие глаза бешеные, как будто она чего-то обнюхалась, да? Но, мне кажется, ее много кто ненавидит. Она многих бандюганов посадила. Она же не только масштабными делами занимается под спасением в галактике. Она и всяких террористов ловит, и все такое прочее. Это мой смешно. Я помню, первый раз проходила, я выбрала проклятие. Это нужно видеть реакцию Джокера просто. Ладно, я для вас выберу этот ряд. О, мэн, там все капитал. Прозазмелось, все по порядку. Простите, на вас не заказывал столик. Добрый вечер, дамы и господа. Пожалуйста, разнообразие в ваш сегодняшний вечер активной силе. Кстати, их нелебина и фишка этого черного юмора не планирует такой. Эту фразу я еще где-то слышала. Ложись. Блин, обожаю шоу-бизнес. Рассредоточься на детьми шаппорт. Но это будет нелегко. Стой там, я выхожу. Джокер? Печенька моя. Проклятие. Ищи команду, я иду. Заметь. Искать команду есть. Чтобы отобрать пистолет. Ты использовала для этих предметов? Вперед. Так, там вы не схранили, да? Включение, убивайте стабля. Лайчарт. Я все мимо, что ли, мажаю? Эти, мы убиваемые все ребята. Блин, что у вас как-то много там. А вдруг еще умерла уже? Ну, все, блин. Так, все, успели, я стараюсь. Э-э-э. Брукс. Шепард даже не дали спокойный вечер отметить в красивом платье. Вот такая вот жизнь военной женщины. А упала она в стандартном платье. Зря я столько старалась. Ушиблась она не на шутку, это точно. Капитан, я нашла защищенный терминал, вы там как в порядке? Ага, лучше некуда. Брукс, вы раненый? Знаю, я использовала паницелин, причем немало. Если честно, то перевесь вот теперь и колотит немножко. Кажется, вы переборщили. Так, могу я помочь, но с чем-нибудь? Известите с ВЦ, я получу выход. Слушайте, а у меня ведь патроны закончились. Погодься, я перезайду. Так, вас атакует неизвестная группа наемников. отбейтесь от засады, доберитесь до безопасного места. Я че, просто так тут не настраивала шматья, чтобы ее Гаров красивейшую встретил. Заграй, за покором. Продолжение следует...